Где я? Ой, правда, вот она. Ой, я ее боюсь. Она сверху спрыгнула, а теперь брата не может забраться. Надо ей помочь. А ну что Михалыч побежал, охотник за мышами? Это мышонок же. А теперь представь, электричка придет, ей же страшно. Нет, она вообще, не знаю, раз вы в сердце будет. Опа, ой, так она может вон, а там тоже высокий перрон. Отсюда на сверху туда прыгнула? Да? Да. Вот дурища. Я почему и заметил, вернул птицу, не птица, странно поведение для птицы. Вот на таком позитивном моменте начинаем свое видео. Всем доброе утро. Алло. Все, убежала куда-то мышка. Мышонок маленький совсем. Еду в Краснодар. С утра уже жарко-жарко, поехала на электричке, потому что в автобусе, если он встанет в пробке, и все, там градусов 40 точно внутри автобуса. Обратно, скорее всего, через Динскую поеду, потому что в Динскую едет автобус, такой же пригородный, как наш, но только он всегда с кондиционером. Мягкие сидения. И к нам автобус идет, потом в Динскую тоже с кондиционером. Если не пазик. Есть пазик, а есть такой большой. Чего ты радуешься? Кто позвонил? Мне не эксперты. Да. Ну да. Кто, Тема, звонил? Нет. Ну ладно. Совсем посторонний мужчина. Чувствуют они с утра. Может быть, Ирочку нашла. Ну она, как не сложно. Вот опять никакого расписания, никаких объявлений нету. Я имею в виду, что на нашей станции, да? А мы не знаем, на какой путь приходит электричка. Ну, я думаю, что здесь. Всегда здесь уезжала. А вот женщина, например, встала на второй путь. На вторую платформу. И вот непонятно. Нельзя так с пассажирами везти. Это, во-первых, опасно. Будут тут метаться с одной платформы на другую. А вдруг какой-нибудь грузовой встречный будет. Встанет на первый путь. А я здесь буду, меня надо бежать туда. Ой, даже страшно подумать. Мне надо, чтобы четко было. На это, значит, на этот путь. Михалыч надеется на то, что медленно идет электричка всегда. Что успеем мы перебежать с одного пути на другой. Я говорю, а если по какому-то пути пойдет грузовой какой-нибудь быстрый такой, скорый? Я что должна делать? Почему нет объявлений на станции? Возмущаюсь. С Восьмовского пути, возможно, Восьмовский поезд, наверное, как говорится. Хотя бы так. С Восьмовского пути. Короче, логика такая. Нужно смотреть на семафор. Нам, пассажирам. Чтобы догадаться, на какой путь он пройдет. Вот он на этот путь приходит. Ну, ты успеешь перебежать. Он медленно едет. Да я понимаю. Понимаешь? Да. Мне это все... А если есть чемоданы? Здесь мы. Вот вместе побежите. Мне зачем вот эти волнения, волнения мне эти зачем? Чемоданы объяснишь. Надо скорее. Вообще дурдом какой-то. Хорошо, вот девушка подсказала. Говорит, смотрите, говорит, на семафор. Если зеленый, значит, по этому пути. Железная логика, да? Я должна тут выглядывать на какой-нибудь. Интересно, а они раньше узнали. Да, вот эти вот женщины вообще давно подошлась, куда я стояла. Ладно, пока. Работай хорошо. А ты осторожен через дорогу. Я, да. А все зарабатывай деньги. А я поеду тратить. А я больше зачем нужен? Ну да. Все, я поехала. Все. Все. Продолжение следует... 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 за 500. Полинка бесплатна. Ну иди, одевайся. Ладно. Давай, покажешь нам. Нравится? Очень. Спасибо. Пожалуйста. Деда, глянь. Понял? Не, не, вот так подальше, чтобы он увидел. А ножку красиво. О, заглядение. Прямо в точности такой же? Да. Показывай. Я писала адрес. Ну все, типа ты попался. Ты попался. Деда даже очки с собой есть. Представляешь? Я есть очки. Сейчас он тебя помучает опять. А что, у тебя разве нету, Тим? Мне кажется, была подставка. Так опять леопард какой-то или кто это? Гепард. А у тебя гепард или кто? Да, это гепард. Ну слушай, все в тему. А гепард и тонкие ноги. Все в тему. Вот это да. Длинная. А у гепард, ой, а у леопарда они более толстые. Дорогие изображения. Крэзи Смайл БНП. Как там? Тима, учись. Ладно? Угу. Жалко втыкать. Да? А давай только... Мама, давай в глаз пантеры. Нет. 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 Мама, надо было в глаз пантеры. Ой, я хочу все сфоткать уже с тортиком. Конечно. Сейчас, Ксюша, тебе подниму ближе. Угу. Это же на круге он у меня такой. Мама, ты что, я люблю сделать это в глаз пантеры. Так, подожди. Сейчас тебе задумаю. А где телефон мой? Слушай, ты, кстати, на противокнат только не фото, наверное, да, как-то? У меня он везде фотоит. А, он нормально у тебя фотоит, молодец, фотоаппарат. Да. Ксюша? Надумала? Угу. Сдавай. Я знаю, я знаю, она на банане хочет покататься. С наступающим тебя. С наступающим. С днем рождения. А я ей не буду. Деда, наступай. Какой разрез. Ну-ка сюда загляни. А желтенько. Это манга. Манга? Да. Ну, супер. Мария, ты искусственница. Ну, похож по крайней мере. Никогда не заводила пантер. Вон она уже завела пантеру сюда. Потому что ты постоянно говоришь о пантерах и диких кошках. Так. А вот так не больно? Я вот так могу поднять. И так не больно? А вот так? Раньше даже и так не так не мог. Под каким-то там углом. Вот так вот придет не больно становится. Просто пять секунд назад. И вот так не больно. Михалыч сегодня взялся за баню. Ему надо тут обшить. То есть утеплитель. Вагонку всю сорвал, когда окно ставили. И он хотел электричество тут поменять. Вообще проводку всю. В результате. Я ему раньше же не давала это делать. Потому что ему надо было. Сейчас покажу. Вот. Через крышу проводку доставать. А там птички у нас жили. Гнездо было и птенцы. Я ему не давала. Давай пусть они выведут. Птенцов. И потом уже будем ковырять там все это дело. Чтобы их не беспокоить. Но в итоге птичек нет уже давно. Залез он сегодня. Думайте, что он с хлопушкой. А потому что там осы. Осинное гнездо. Как они напали на него. Он на этой лестнице высоко. Кричит. Неси хлопушку. Я бегом за хлопушкой. Потом дихлофос. Думаю. Ой, у меня же дихлофос. Дихлофос есть. Сама прибежала. Ищу, ищу. Бегаю по веранде. А он на видном месте стоит. Где обычно стоит. Я его найти не могу. Вот она опять летает. Папка. Это муха была? Нет. Муха была. Да. Видел, какая у меня рука верная стала. Тут станешь верной. А почему от ос убегает? Потому что у него аллергия на пчел. Сильная аллергия. Ну как? По-моему, то же самое будет. Ну, может быть. Да. Мы же не знаем, как это все получится. Ну и в итоге. Скоро дождик начнется. А они летают, томосы. Давай еще дихлофосишь. Одну я продихлофосил сейчас. Надо теперь хотя бы закрыть эту дырку, да? Раз дождь пошел. Пойдет сейчас. Да, там туча такая уже прям серьезная. А я сегодня целый день лежу. Вот приехали от Маши. У меня страшная головная боль. В горизонтальном положении нормально. Только наклоняться начинаю или приседать там, Михалыч, помогать. Все. Дикая боль. Вот. Вообще Маша вчера хотела у нас отмечать день рождения. Ну, в бассейне купаться. Все, Ксюшкин. А я вчера только начала его мыть, спускать в воду. И она не спустилась. Утром только вот так воды осталось, самое дно. И вот я в планах. Я говорю, слушай, давай к вам приедем, чай попьем, подарок вручим. И поедем работать домой. И вот Михалыч-то работал днем. Ну, он там отрывал эту доски. Пилил там что-то. А я хотела бассейн мыть. Ну, а там же в наклон надо. Все. Плюнула на бассейн. Вот. Хорошо, что дети не приехали. А то бы я тут лежала. Не до детей было бы. Не до внуков. Вот поэтому. Нормально. Ну, я думаю, завтра нормально будет мне проспаться. И завтра хорошо все будет. Давление мерила. Нормальное давление. Утром. Я думала давление. Потому что затылочная область именно болит. Может неудачно спала. Неудобно. Неуютно. Ночью. Потому что утром встала. Дискомфорт в шейном отделе. Вот такие дела. Ну, все будет хорошо. Я знаю. Завтра уже буду как огурчик. Завтра воскресенье. Всем отличных выходных. Хорошего настроения. И всего самого доброго. Ваша Аленка Михайлович. Субтитры подогнал «Симон»